Привет, друзья! В предыдущей серии я делал форсажную камеру, и сегодня настал мой самый любимый день. Это день испытаний. Но прежде чем мы начнем, небольшое объявление по каналу. Несмотря на то, что у меня относительно небольшое количество подписчиков, по всем своим критериям, мой канал был номинирован на ежегодную премию ДИИ. Это что-то вроде конкурса между инженерами-блогерами. Мне стало очень интересно в этом поучаствовать. Кроме того, это позволит рассказать о нас с вами тем, кто о нас еще пока не знает. Отбор там, конечно, очень жесткий. Первым этапом отбирается 150 участников. И вы, друзья, можете в этом поучаствовать. Дело в том, что первый этап заключается именно в голосовании зрителей. То есть, далее дело за вами. Проголосовать очень просто. Кликаем ссылку, которую я оставил в описании, и вы перейдете на портал. Здесь нажимаем «Голосовать» и мотаем до категории «Крафтеры». Нажимаем «Выбрать победителя» и откроется список участников. Ставим галочку «Леха романтик» и нажимаем «Проголосовать». Вот, собственно, и все. Голосовать можно много раз, но только один раз в день. Голосование открыто уже с 16 октября. Это означает, что времени очень мало. А значит, лучше это сделать прямо сейчас. Ну, а те, кто проголосовал, вернемся, так сказать, к нашим пирогам. Ну вот, друзья, все готово к испытаниям. Я провел уже необходимые тесты, проверки, и все готово к запуску. И вообще в этом испытании я хотел проверить работу форсажной камеры и заодно снять первую тягу. Но это оборудование еще не готово, поэтому сегодняшнее испытание будет нацелено именно на проверку работы форсажной камеры. Как вообще будут проходить испытания? То есть, иными словами, какая программа сегодняшнего запуска? Сперва я раскручу турбину и дождусь, когда она сможет встать на свой холостой ход. Это где-то приблизительно 30 тысяч оборотов в минуту. Потом, опять же, в режиме холостого хода я подам керосин на форсажную камеру. И мы увидим густые клубы тумана. Это керосиновый пар. Если все пройдет нормально, я подам зажигание, и вся эта смесь воспламенится. Планирую включить форсаж на разных оборотах турбины. Сперва я ее включу на холостом ходу турбины, потом возьму средние обороты, и потом подам форсаж на максимальных оборотах. Это где-то приблизительно 80 тысяч оборотов в минуту. Несмотря на то, что я сейчас не планирую измерять тягу, если эта машина, прям стоя на лыжах на бетоне, сдвинется с места, это будет очень хорошим знаком. Поехали! 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 Нет, ты не испугался? Я испугался первый раз. Я вот так как пошел. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...